Всем привет! Добрались мы до следующего занятия. Это загрузчики Linux. Мы глубоко в них погружаться не будем. Не будем особенно смотреть, как редактировать опции, как подменять там некоторые значения. Просто посмотрим, какие у нас бывают загрузчики, по какому принципу они работают и в общих чертах, как ими пользоваться. Потому что по загрузчикам, по их глубокой работе у нас будет занятие потом уже к следующему экзамену Linux. Мы с вами сегодня посмотрим на устаревшие загрузчики и на современный загрузчик Grab2. Сначала презентация. Итак, у нас 102.2. Работа с загрузчиками операционных систем семейства Linux. LPIC предполагает, что мы должны с вами уметь разбираться в том, что такое загрузчик, как его устанавливать и как его настраивать. Мы с вами все будем сегодня делать на Ubuntu. Разберемся с Lilo или Linux Loader, со старым Grab, с новым Grab, с тем, как взаимодействовать с загрузчиками, какие они используют у нас файлы, папки конфигурационные. И поговорим о том, что такое MBR и GPT. Вообще, если говорить о загрузчиках, нам нужно с вами более-менее понимать, как у нас разбиваются жесткие диски и систему их разбиения. Вообще, это тема немножко другого курса, но я так вкратце вам расскажу, тем больше, что разбиение у нас было на прошлом занятии. Значит, MBR у нас это Master Boot Record, это первый 512 байт диска. Это даже не раздел, не партиция, это участок в начале жесткого диска, зарезервированный для загрузчика операционной системы. И таблица разделов, это у нас верхняя часть слайда. Если у нас компьютер включается, у нас BIOS производит какие-то там регламентные процедуры, самопроверки, тесты, после чего передает управление коду начального загрузчика, который как раз и расположен в первых байтах MBR. Причем, какому именно жесткому диску передавать управление, мы сами определяем в настройках BIOS. MBR это очень важная часть нашего жесткого диска, ее потери, чревата потери данных, вообще невозможностью загрузиться, поэтому рекомендуется делать ее резервные копии. Вообще, говоря о резервном копировании и об MBR, нужно понимать то, что это все было в принципе давным-давно, лет так 6 назад, но на всякий случай мы это сейчас просто разберем, потому что и LP требует, и нам нужно понимать преемственность, как у нас от одного к другому все произошло. Сейчас современные машины у нас в принципе не используют BIOS. Место BIOS у нас теперь UEFI. Это такая красивая замена BIOS, которая намного функциональнее. У него очень много плюсов, это опять же не тема сегодняшнего урока, но нужно понимать, что UEFI это, во-первых, функция защищенной загрузки, а во-вторых, ускоренная загрузка, потому что позволяет инициализировать параллельно различные интерфейсы, выполнять вообще различную последовательность команд параллельно. Так вот, если у нас не BIOS, а UEFI, то у нас диск, скорее всего, будет разбит не по принципу MBR с его мастер-файл-тейблами, а по принципу Guide Partition Table или GPT. Значит, это другой стандарт формата размещения таблиц разделов. Это часть, как я и говорил, UEFI, и UEFI использует GPT там, где BIOS использует MBR. GPT для сохранения преемственности и возможности работы старых версий операционных систем и старого железа оставила в самом начале диска блок для MBR. Разница между MBR и GPT в том, что MBR изначально использует адресацию типа цилиндр-головка-сектор, а GPT использует логические блоки LBA0, LBA1 и LBA2. Тоже так, голову не засоряется, это просто такое теоретическое видение, чтобы вы понимали. И опять же, для GPT нужно понимать то, что у нас есть в нем еще и принцип дублирования. Оглавление таблиц и разделов записано как в начале, так и в конце диска. И уже, в принципе, для резервного копирования GPT Linux нам ничего не предлагает. Ну и, в принципе, это резервное копирование сейчас у нас осуществляет серьезные утилиты, такие как Acronis, например. Но, тем не менее, экзамен просит, и поэтому для начала мы с вами разберемся, как сделать резервную копию MBR, если у нас все-таки еще используется MBR. Идем к нашей Ubuntu. Итак, мы оказались на нашей Ubuntu. У нас может быть несколько дисков, несколько разделов. Нам нужно понять, в принципе, что у нас куда смонтировано, чтобы понять, какой раздел у нас является загрузочным, и его MBR скопировать. Изначально у нас для этого была предназначена команда mount. Она показывала, куда смонтирован загрузочный раздел, куда смонтирована корневая папка, например. Но теперь у нас используются LVM, и мы, например, видим то, что корень смонтирован у нас в Logical Volume, о котором мы говорили на прошлом занятии, который называется Ubuntu VG Root. Мы, в принципе, здесь не видим, какие диски у нас используются. Нам нужно понять адресацию на уровне диска. Поэтому мы пишем теперь f disk минус l. И тут мы уже видим, что у нас есть загрузочное устройство. Вот оно, sda1. Из чего мы делаем вывод? То, что у нас MBR находится на диске sda. В принципе, у нас один диск. Мы это могли знать с самого начала, но если бы у нас было из десяток дисков, то таким принципом мы могли бы выяснить то, что у нас, допустим, MBR находится на каком-нибудь sdc, например. Команда, которая выполняет резервное копирование MBR, она простая. Это dd. dd это утилита в Linux, которая позволяет нам копировать и конвертировать файлы. Причем отличие ее от других утилит в том, что она делает это посекторно. То есть она учитывает геометрию диска. Input file пишем. То есть входной файл. Это у нас устройство sda. Наш жесткий диск. Output file, куда мы это все будем копировать, конвертировать, сохранять. Возьмем домашнюю папку суперпользователя, папку root, и назовем это, скажем, backup.mbr, этот файлик. То есть вот туда мы скопируем. Что именно копируем? Мы копируем один блок. Размер блока по умолчанию у нас используется для жестких дисков 512. И количество блоков, которые мы хотим скопировать, count, это единичка. Нажимаю Enter. То есть сейчас мы с вами скопировали первый блок жесткого диска. И это то самое место, где находится у нас MBR, как мы помним из слайда. На этом с MBR закончим. И давайте начнем вводиться с загрузчиками. Мне особенно нечего показать вам на слайдах, когда я буду говорить о загрузчике. Тут важно смотреть именно практическую часть. Поэтому я просто вам буду показывать скрины того, как, собственно, выглядит меню загрузки. Значит, первый загрузчик Linux Loader. Когда-то это был самый популярный загрузчик. Один из стандартных загрузчиков для Linux и для BSD систем. Он не зависел от файловой системы. Мог загружать операционную систему жесткого диска или с дискета. Из этого выходила его особенность. Она заключалась в том, что Lilo наш хранит пункты меню и положение ядер непосредственно в своем теле, в теле загрузчика. И требует обновления при помощи специальной утилиты. Поддерживал до 16 пунктов меню при загрузке. Нужно сказать, что его нет уже, в принципе, по умолчанию во многих дистрибутивах Linux тоже лет 6 точно. Причем, если серверные версии Ubuntu еще некоторое время предлагали его как альтернативу Grab, то для десктоповых версий Lilo ставился вообще, не ставился никак. По умолчанию шел Grab. Поэтому, чтобы сейчас нам его установить, мы, конечно, сможем это сделать. Мы возьмем нашу современную Ubuntu и установим на нее необходимые пакеты. Чтобы просто понять, как он когда-то работал. Сейчас, напоминаю, он практически нигде не используется. Хотя до сих пор обновляется. И актуальная его версия, по-моему, даже вот сейчас, в 2014 году, вышла очередная. Итак, мы вернулись на нашу Ubuntu. Я знаю, что на ней используется новый Grab второй. Но мы сейчас должны разобраться с Lilo. Мы его должны установить. По установке пакетов мы еще разберемся. apt-get стандартная утилита по работе с аппом, с пакетами. У нее есть такая команда, как install. И мы устанавливаем, собственно, Linux Loader. Важный момент. Он нам дает предупреждение. То, что это первая установка Linux Loader. И после того, как мы ее завершим, нам нужно будет выполнить, собственно, команду. И затем запустить, собственно, Lilo загрузчик, который нам применит все изменения. Нажимаем ОК. Вот он, собственно, все скачал и сделал. Итак, мы должны запустить Lilo.config. Конфиг. Конфиг. Конфигурировать Linux Loader. Собственно, ничего не произошло. Он просто создал файл. И этот файл является файлом конфигурации. Мы не будем его редактировать. Поэтому я просто катом его открою. etc. Lilo.config. И вот такой вот наш Lilo. Очень приятный загрузчик. Простой, минимальный. Причем это его последняя версия, поэтому здесь очень много параметров. А изначально было намного меньше. Итак, наверху сразу написано то, что после того, как мы внесем изменения, нам нужно будет выполнить команду Linux Loader, чтобы он применил эти изменения. Посмотрим основные параметры, какие у нас здесь есть. Первый параметр LBA32. Не помню, с какого года он здесь появился по умолчанию. Он меняет ту самую традиционную адресацию вида цилиндр, головка, сектор на logical блок адреса. Это позволяет работать с большими дисками. Важный параметр. Он у нас есть уже давно. Далее. Вот здесь мы как раз и должны указать, на каком диске у нас находится MBR. Мы сейчас с вами сделаем. Причем он нам подсказывает то, что мы можем посмотреть ID дисков вот в этой папке. После чего скопируем оттуда ими диска и вставим сюда. Не имеем имена ID диска. И тогда он сможет загружать. Тогда Lilo узнает, где у нас MBR и будет, собственно, оттуда загружать операционную систему. То есть этот параметр придется нам отредактировать. Сейчас мы к этому вернемся. Так, что у нас здесь есть по умолчанию? Verbo's Level это сколько выводить информации о процессе загрузки. По умолчанию, по-моему, можно поставить до пяти уровней. Ну, текста, собственно. Map, что куда монтируют. Нам это не важно. Вот интересный пункт, который у нас графически нам будет виден. Это как выглядит наше меню. По умолчанию Linux Loader предлагает три вида меню загрузки. Это текстовый, когда у нас просто текст на черном фоне. Меню, когда у нас есть некий бэкграунд и какие-то цвета тексты. Бэмпэ, то есть графическая картинка такая. И по каждому из этих пунктов вот у нас здесь есть внизу закомментированные параметры по умолчанию. Сразу скажу для тех, кто далек от админства и вообще от всего этого, то что вот эта решетка в начале строки, она комментирует текст. То есть если строка начинается с решетки, то эта строка никак не читается системой. То есть вы видите, install меню не закомментировано решеткой и этот параметр меню поэтому у нас применится. Если мы его закомментируем, будет использоваться значение по умолчанию. Значит тут у нас для каждого пункта есть там цвет меню, какую использовать картинку, какое расширение и так далее. Из интересного, что у нас здесь есть. Prompt это ожидание команды пользователя. Он ждет от пользователя реакции и по умолчанию ждет его 10 секунд. В миллисекундах значение у нас используется здесь. Не в милли, в деце, в деце секунду. Так, что еще из интересного? Нормальный графический режим. Ну это все прочие параметры. Из интересного вот у нас как раз где находятся ядра нашей операционной системы. Когда мы выпустили LiloConfig, выполнили, он у нас нашел наши ядра. Он нашел то, что у нас есть вот ядро Linux, наше 3.13 текущее. И указал где у нас будет корневая файловая система. Смонтировал его в режиме read-only. И нашел образ initial RAM диска. Мы об этом говорили где-то на первых занятиях. То, что это такой образ диска, который загружается в оперативку и необходим для корректной загрузки операционной системы. И нашел он еще одно ядро. Немного старее. Видите, тоже 3.13 на версии 24. И назвал его Linux old. Но это лейблы, мы их можем спокойненько отредактировать. Если бы у нас были еще какие-то операционные системы, он бы их дописал. Если мы сами хотим дописать операционную систему, мы просто создаем абзац подобный вот такому. Мы указываем где лежит ядро операционной системы. И пишем метку, пишем куда монтировать корень и так далее. Можем добавить какие-то опции. Я тут втихаря, чтобы не тратить ваше время, установил Vim. Усовершенственный редактор текста вместо стандартного V, который я просто ненавижу. Значит, у нас указано было в конфиге, где находится у нас папочка, в которой мы можем посмотреть ID-шники наших дисков. Это дев-устройство, диск, наши диски и папочка, которая показывает их по ID-шнику. Лист. И мы видим, что у нас есть, собственно, CD-ROM. У нас есть logical volume и соответствующие им тома. И у нас есть наш жесткий диск и партиции на нем. Нас интересует наш жесткий диск. Вот он. Мы снова переходим, где там у нас лило конфиг, только теперь уже через не кат, который вводит нам сюда в командную строку, а через текстовый редактор. У нас через пару занятий будет огромное количество команд и текстовых редакторов. Там вы до них доберетесь. Я вам просто буду вслух озвучивать команды. Значит, редактором Vim мы открываем наш файл конфигурации. Видите, Vim чем удобен он и подсветку мне дает. Я не отвлекаюсь на все ненужные параметры. Так, но тем не менее я потерял свой диск by ID. Вот здесь вот. Вставлю в конец строки курсор клавиши N и нажимаю кнопочку A. Add. Добавить текст. Правой кнопкой вставить. И вот добавил ID нашего диска. Так, ползу вниз. Я хочу еще поменять просто для наглядности, скажем, Linux Old на Linux какой-нибудь Very Old, чтобы вы поняли, как это работает. Нажимаю Escape. Нажимаю ZZ. Две большие буквы Z сохраняют файл. Большая буква Z вместе с большой буквой Q, ZQ, последовательность, сокрывает файл без сохранения изменений. ZZ. Две большие. Сохраняют файл. Собственно, мы внесли изменения в файл конфигурации. И теперь, чтобы этот файл конфигурации применился в загрузчике, пишем Lilo. Прекрасно. Он добавил две операционные системы, которые у нас указаны через свои имиджи. И мы можем теперь написать shutdown. Shutdown. Перезагрузиться. Minus R. Now. По умолчанию у нас сами, вы помните, используется меню загрузки. Вот такое вот красивенькое. Мы выбираем, что нам нужно. И загружаемся. То есть теперь у нас загрузчик вместо граба мы установили Linux Folder. Давайте теперь разбираться с грабом, пока эта штука грузится. Слайд по старому грабу у меня крошечный абсолютно. Это та версия граба, которая у нас использовалась раньше параллельно с Linux Loader. Тогда еще Linux Loader был у нас самый распространенный. Нужно сказать, что это старая версия граба, которая теперь называется Grab Legacy. Она у нас больше никак не развивается. И для нее выходят только патчи и обновления. И ее даже в принципе невозможно установить на современные операционные системы. Потому что у нас и команды, и инструментарии используются одинаковые, как для нового граба, так и для старого. Поэтому старый мы вернуть не можем. Поэтому мне пришлось установить себе Ubuntu 9 и на ней показать вам, как выглядел старый граб. Тоже, чтобы вы понимали это. Вот она у нас смешная, 9-ая Ubuntu. Нужно сказать, что у старого граба настройки лежали в папочке Boot, собственно, Grab. И там в различных дистрибутивах по-разному. У кого-то это был файл grab.conf, у нас такого нету. У кого-то menu.lst. Вот у нас такое есть. Давайте откроем этот menu.lst. И посмотрим на него. Сразу нам открывал конец. Давайте сверху вниз пробежимся немножечко. Вы видите, что на этом этапе у нас загрузчик Grab в принципе похож в общих чертах на Linux Loader. Я вам брошу ссылки на русскоязычные мануалы, чтобы вы могли с ними разобраться. Итак, у нас здесь какие есть параметры. Default 0, то есть по умолчанию загружается первый из предложенных внизу образов операционных систем. Ниже у нас есть Timeout в 3 секунды. В секундах у нас здесь значение указано. Hidden menu. Это значит то, что у нас меню спрятано по умолчанию. И нам нужно нажать Escape, чтобы его собственно увидеть. Можем закомментировать, тогда меню у нас не будет спрятано. Что здесь из интересного? Вот он показывает пример, как можно добавить загрузчик с Windows. Он указывает нам название Windows. Мы можем написать корень, где у нас собственно находится этот Windows. И, например, Chainloader плюс L. Это говорит нам о том, что передача загрузки будет передана дальше следующему загрузчику. То есть Grab у нас это эталонная реализация такая загрузчика. Она позволяет передавать загрузку операционной системы следующему загрузчику. У Windows свой загрузчик NTLDR. И вот собственно вот эта вот строчка и говорит о том, что будет передано управление дальше. Make Active это пометка разделу статуса активного такого. Вот так он предлагает нам добавлять, допустим, Windows. Или вот так мы можем добавлять Linux. То есть очень удобно в примерах указано. То, что у нас есть на сегодняшний момент в самом низу. Вы видите, все строчки закомментированы. Он видит то, что у нас есть Ubuntu 9. Точно так же он показывает, есть ядро, есть ID-шник, initial, initial, ram, disk. Splash это графическая заставка. Мы это с вами проходили ряду, он лимонтирован только для чтения. Quiet это режим загрузки, который не показывает нам всем ненужной информации для нас. То же самое Recovery Mode, который отличается от прошлой версии только ключами. Тут видите режим загрузки, сингл указан. Образ мем-теста. Вот собственно все, что у нас есть в теле старого граба. Опять же мы вот так просто для исторической справедливости упомянули. Сейчас он нафиг вообще вам не нужен. Вряд ли вы админите какие-то такие старые операционные системы, но вы по крайней мере на него поглядели. Давайте про современный лучший граб поговорим. Итак, новый проект, граб 2, который не имеет в принципе ничего общего со старым грабом. Он весь сделан заново. Он может грузить любую совместимую с ним операционную систему и соответственно передавать управление дальше другому загрузчику. Будь то Windows, MS-DOS, Mac OS, Mac OS, OS пополам и так далее. Является самым популярным загрузчиком у нас на сегодня и стоит по умолчанию в давляющем большинстве дистрибутивов Linux. Вот его нам нужно посмотреть и ужаснуться. Вернулись мы на нашу Ubuntu. На ней, я напомню, по умолчанию сейчас установлен загрузчик Linux Loader и нам нужно вернуть наш граб 2. Для того, чтобы точно так же, как мы смотрели, куда собственно устанавливать Linux Loader, нам нужно было посмотреть устройство, то же самое нужно сделать для граба. Но мы знаем, что у нас дисков сейчас не прибавилось, не убавилось. У нас устройство одно, SDA, и мы поэтому установим наш загрузчик граб. Скачивать его уже не нужно, потому что он установлен и скачан по умолчанию. Просто сейчас его заменило собой LILO, а мы сейчас вернем обратно. Итак, граб install, устройство, dev, SDA. Собственно, и все, как бы он установился. Мы можем узнать версию нашего граба командой grab install. Можно было просто стрелочку вверх нажать. Version. И видим то, что у нас grab 2.0.2. Вот такая вот бетка у нас есть граба. Значит, основной файл конфигурации. Давайте на него поглядим катом, чтобы не лезть в текстовый редактор. Boot. Та же самая папка grab. Вы помните, там у нас был меню LST. Потом в некоторых дистрибутивах был grab config. И сейчас у нас тоже есть grab config. Но если раньше он выглядел просто, то сейчас он выглядит вот как вот этот набор какой-то страшной билиберды. Это у нас код. Это программный код. Не помню какой-то язык. В общем-то, это страшный код. Из хорошей новости у нас здесь то, что нам не нужно в нем разбираться. И мы не можем его никак редактировать. Это написано вот здесь у нас в верхней части. То, что у нас этот файл никак не редактируется. Он генерируется автоматически с использованием нескольких скриптов, которые у нас находятся, собственно, вот в этой папочке. С использованием настроек вот этого файла. Соответственно, единственное, что мы можем делать, это посмотреть настройки. Вот здесь вот. И заглянуть вот в эту папочку и посмотреть, какие у нас там есть скрипты. Очищу я экран от этого ужаса, чтобы было нам проще. И давайте для начала, чтобы было нам просто, поглядим настройки, какие у нас есть. Потому что настройки выглядят не так страшно, как скрипты. Default. Grab. И здесь у нас в более-менее понятном нам виде есть небольшой файл, в котором есть переменные. И, собственно, эти переменные определяют поведение загрузчика. То есть, Grab.Default у нас по умолчанию устанавливает запись операционной системы, ядро для запуска по умолчанию. То есть, опять же, как во всех предыдущих загрузчиках, это первое по порядку. Grab.Hidden.Timeout. Это определяет, долго ли будет у нас использоваться пустой экран. Hidden.Timeout.Quiet.True. Это говорит о том, что у нас будет использоваться пустой экран. То есть, будет загрузка происходить в скрытом режиме, мы ничего не увидим. Что у нас здесь еще интересного есть? Обычный тайм-аут. Это если у нас он не спрятанный по умолчанию 10 секунд, ждем ожидания пользователя. Издатель версии Grab. Это нам не важно. Параметры командной строки. То же самое, что было раньше. Если вы вспомните, Quite это тихий режим. Splash это показать графическую заставку. Все, что мы впишем сюда между кавычками, будет добавляться к опциям загрузки. Тут без сюрпризов. Давайте, наверное, сразу, чтобы как-то поменять эти параметры. Не хотел я его редактировать. Поредактируем этот файл. Просто, чтобы увидеть то, что Linux будет грузиться немножко по-другому. Давайте закомментируем hidden тайм-аут. У нас не будет его. И скажем, чтобы вообще не было никакой спрятанной загрузки. Мы хотим видеть все, что происходит. Оставим по умолчанию 10 секунд. Давайте для разнообразия поставим 100 секунд. Чтобы видеть то, что изменения применились. И сотрем вот эти опции. Тихая загрузка и графическая заставка. Посмотрим, как они применятся. escape.zz. Так, мы до конца этот файл посмотрели. Что у нас там внизу есть еще? Ну, внизу есть закомментированные параметры, которые мы тоже можем указать. В принципе, это поведение внешнего вида загрузчика. Само действие вообще загрузчика определяется вот той самой папочкой. etc. grub directory. И здесь у нас есть скрипты. Нужно вам сказать то, что значит, ну, это все точно такие же страшные скрипты, как мы видели до этого. скрипт 10 и скрипт 30 у нас отвечают за пояс, клинукс, ядер и вообще остальных операционных систем. То есть у нас, в принципе, второй grub очень умный. Он сам просканирует диски и все, что нужно, куда нужно, добавит и допишет. Что у нас здесь есть еще важного? 0.5 это настройка фона загрузчика, цветов и так далее. Файл 40 позволяет добавлять свои пункты загрузки. Это если мы хотим добавить какие-то особенные, хитрые варианты загрузки. Там режим восстановления с какой-нибудь урезанной версией ядра и так далее. Чтобы разбираться в каждом из этих скриптов, мы сейчас в них вовнутрь поглядим, нужно знать язык программирования shell, который я не понимаю совсем. Из интересного вы видите то, что у нас эти параметры указаны в порядке, собственно, возрастающем. И мы можем туда посередине вписать еще несколько скриптов, если вдруг нам придет это в голову. Я надеюсь, не придет. Давайте просто посмотрим, например, как выглядит скрипт 10.linux. Вот такой вот скрипт на shelly. Для меня загадка, каждая строка в нем. Мне ни разу в жизни еще не пригождалось его редактировать. То есть grub хорош тем, что он, во-первых, автоматический и он сам все пропишет. Если не пропишет, мы можем создать опцию, например, 15, нижнее подчеркивание Windows, и вписать там опции загрузки винды. Но, опять же, вряд ли нам это пригодится делать, потому что grub еще понимает огромное количество ключей. И мы можем, в принципе, через grub install добавлять все, что нам нужно в режиме командной строки. Но это, опять же, тема следующих занятий. Значит, мы внесли изменения, напомню, в конфигурационный файл. Там тайм-аут поменяли, убрали спрятанную загрузку. Для того, чтобы изменения применились, точно так же, как там в Lilo мы писали Lilo, тут мы должны написать update.grub. Нашел все образы, которые ему было сказано. Это он сам поискал, нашел. Вы видите, точно так же версию Linux обычную, версию Linux прошлую, и парочку образов mem-теста. Это образ для проверки оперативной памяти. Он у нас есть. Ну, давайте перезагрузимся, посмотрим, применились ли наши изменения. И на этом закончим. Глядим. Вы видите, у нас теперь не hidden. То есть, по умолчанию у нас это Ubuntu запускалось без вот этого меню. Просто по умолчанию она запускалась. Если бы мы нажали escape, мы бы увидели это меню. Внизу у нас было написано сейчас 100 секунд, но я быстро нажал на стрелочку, поэтому эти 100 секунд не видно. Ну, пусть запускает Ubuntu. Загрузчик. Мы его внешний вид и поведение немножечко подкорректировали. Ну что, мои друзья, поздравляю вас. С загрузчиком мы разобрались. Я сейчас активно доделываю сайт. С сайта вы сможете посмотреть ссылки актуальные. И я думаю, добавить туда тесты в стиле LP, чтобы вы могли как-то разобраться. Запомнили мы тему, понимаете вы в ней что-нибудь. Просто какое-нибудь простенькое тестирование. Я думаю, к концу января оно там уже будет. Заходите, пробуйте. Продолжение следует...